Один число солнца. Удачи, мой, тебе привет! Мне очень понравилась эта фраза. Мне кажется, её надо повторять каждый день, чтобы всё было хорошо. Сегодня у нас понедельник, второе число, второй день года. И мы потихонечку начинаем скидывать негатив, который мог накопиться за новогоднюю ночь, например. Трясём ручки и резко останавливаем. Чувствую покалывание. Я не знаю, что с этим сделать, если честно. Оно вот такое. О! Как только снимаешь фокус внимания, оно исчезает само. Ещё раз. Трясём ручки. И резко останавливаем. И ещё разочек. И резко останавливаем. Согреваем. Адоним. Ножки лучше всего прижать в пол, чтобы они касались. Стопы. Сидим с ровной спиной, трём ручки и кладём их в мои колени. Наземляемся, успокаиваемся. Следим за тем, куда идём. Не идём туда, куда не надо. Чувствуем поддержку и трудом. Чувствуем приятные ощущения, тепла. Которая идёт к колену и от колена. Согреваем ручки и кладём их на пупок. Выпускаем процесс пищеварения. Но сегодня и кадыши, поэтому кто-то есть сегодня не будет. Но запускать пищеварение всё равно нужно. Согреваем ручки. И кладём их на сердце. Ублюдаем, как было тепло. Распространяется, разливается по всему телу. У меня получилось так согреть руки, что они стали гораздо горячее, чем температура тела. Ещё согреваем ручки. Будем делать вдох, наблюдать за тем, что воздух, которым мы отдыхаем, становится теплее, чем вода в окружающей среде. Более приятно заходит внутрь. И выдох через рот. Пожа почувствует свою ауру. Или просто изнутри себя почувствовать какой-то свет. Может быть, почувствовать, может быть, увидеть, может быть, одновременно то и другое. Ещё раз. Ещё раз. Пожа почувствует... Пожа почувствует... Пожа почувствует... Комы, рыбы, лось, птицы, лебеди, все, все, все. И на всех людей на нашей планете. И теперь мы можем пожелать, чтобы все живые существа обрели гармонию, влагу и к получу. Чтобы все живые существа были счастливы. Я хочу попробовать сравнить одну штуку, как звук сейчас и как звук сейчас, как лучше, до или после. Я бы еще что-нибудь поговорю и вообще есть ли какая-то разница в этих настройках. Непонятно. Ну ладно, давай вернем как было. Логично. Ничего и не должно было измениться. А сейчас. Потому что когда делаешь запись, в общем, оно весьма специфическое. Делать запись в инстаграме, кажется, было лучше. Тут есть фишка с шумоподавлением. Ну ладно. Когда онлайн-то у нас смотрится нормально, но записи звук немножко, немножко и немножко странненький. Согреваем ручки. У нас они уже такие горяченькие, приятные. Ой. И кладем их на горлышко. Следим за речью. Следим за работой щитовидной железы. Ну и в целом, конечно, за весь аппарат, который там находится. Для того, чтобы мы извлекали звук, задействовано огромное количество разных инструментов. И мы защищаем свой инструментарий, в том числе для того, чтобы наш голос обладал определенной индивидуальностью. И там не оседали никакие страхи. И чтобы то, что входит в группу, нам было посильнее. Не говорили, не ели больше, чем нам можно. Так, ушки, глазки и макушки. Сверху нижнюю часть ладони вводим на глаза. Защищаем наш визуальный центр. Позволяем себе видеть в более ярких красках то, что происходит. Позволяем себе наблюдать за чем-то хорошим, чудесным. Если нам нужно найти какое-то слово на странице, мы сразу его найдем. Даже если 28 строчек. Если нам нужен какой-то товар на витрине, мы его найдем. Если нам нужен какой-то человек в толпе, мы его тоже найдем. В общем, все, что связано с визуальным ключом, все будет использовано правильно. Согреваем ручки, кладем их на уши. Можно на самом деле даже просто помолчать. Потому что, когда кладешь на уши руки, не особо слышно, что говорят остальные. Но, сколько я это уже делаю лет. В общем, с того времени, когда я начала вот это делать, можно разминать уши в раковине, у меня действительно улучшился слух. Я стала зимой хорошо слышать то, что говорят, например. Потому что до этого у меня как будто бананы в ушах. Я не слышу, я постоянно переспрашиваю. Особенно на улице. То есть согревание ушного раковины как-то влияет на слух. И в целом там будем слышать, слушать то, что нам полезно, приятно. И понимать, что вот тут человек нам что-то говорит, эта информация нам не подходит, поэтому слушать мы его не будем. В дизайне человека есть такая тема «Ворота глухоты». И всего трое. Одни из них, 38-е, например, да, «Ворота борьбы». 39-е тоже, кстати говоря. Вот. И с одной стороны, это как бы может быть плохо, да, «Ворота глухоты». Человек не слушает то, что ему говорят, но это его природа. Если он будет постоянно слушать всех, то от своей природы выйдет очень сильно далеко. Третья ворота, по-моему, 43-я. Так. И макушечка. Чтобы видеть свой путь, получать сигналы, расслабить мозг и просто позволить ему вести потечение туда, где каждый должен быть встретиться с теми людьми, с которыми должен быть получить тот опыт, увидеть те места, которые должен быть учить, увидеть и услышать, так далее. Так. Собрели. Немножко проработаем шею. И теперь фиксируем на 15 секунд. Чувствуем, как растягиваются мышцы, если несколько дней был перерыв. Теперь, может быть, мягкость какая-то уйдет, которая была уже как бы накоплена. Может, немножко потяжелее делать, но все равно не так отмечали. Сделаем, как растягиваются мышцы, но все равно не так отмечали. Сделаем уточку. 15 секунд, примерно, берем на 20 секунд. Мы разрешаем сходную подсчетку. Мы разрешаем сходную подсчетку. Делаем круговые вращения. Делаем круговые вращения. Два вправо, два влево. Два вправо, два влево. Музыка пропадает. Ну, тут, на самом деле, по настройкам ничего не изменилось. Шум подавления как было включено, так и включено. Может быть, интернет, кстати. Делаем вращения. Раз. Два. Вот именно по качеству музыки. Я посмотрела, что когда записываешь, потом пересматриваешь. Там просто какие-то странные с хлипом. Так. Останавливаем. Разминаем. Чтобы у нас все было расслаблено спокойно, где не было никаких задоров вдоль позвоночника. И вот эти места. Чувствуем приятное такое расслабление. Что-то у нас вниз пошло. Какое-то тепло. Распорт распространяется. Так. И подышим. Будем делать серию из трех вдохов. Один делаем через нос. Следующий делаем через выдох, через рот. И сначала мы вдыхаем. Потом выдыхаем на живот. Можно положить руки на живот. Делаем. Закроем глаза. Делаем вдох. И выдыхаем через живот. Очищаем все пространство. Можно представлять, как будто мы вдыхаем какой-то свет. И он такой постепенненько. Раз, раз, раз. И свет выходит. Кладем руки на сердце. Делаем вдох. И выдыхаем через сердце. Можем тоже так же представить, как будто какой-то свет выходит. Проходит сквозь нас и выходит из сердца. Так, засветимся. Зазвеним. Интересно, как на это будут реагировать разные приборы, типа рентген или что-то. Кладем руки в голову. Делаем вдох. И выпускаем воздух через центр головы. Можно пространство между кровей. В общем, тут фантазия. И выдыхаем через половину. И очищаем по пути все это пространство. И теперь ноги касаются пола. Спина ровная. Следим за тем, чтобы ничто не перекрывало нам живот. Поэтому лучше себе платье. Или футболка. Руки кладем на ребра. Делаем вдох. Расширяем область ребер. Вдыхаем, 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 вдыхаем. Раз. Перестали вдыхать. И выдыхаем. Закрываем глаза и считаем. В идеале досчитаем до 45. И можно, в принципе, на этом остановиться. Если хотите пойти дальше, можно пойти дальше. Можно считать до 30. И мы сделаем эксперимент. Мы сначала сделаем поочередно нарастающее дыхание. Дойдем до 22. А потом сделаем подходы с вот этим вот длинным выдохом. Вот. Обратной связи нет. Тогда мы будем делать, как делали. Покладем ушки на ребра. Расширяем все и делаем вдох. И выдыхаем. Раз, два, три, четыре, семь, шесть. Продолжение следует... 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 Делаем бочек. Делаем бочек. Делаем бочек. Последний раз. Добавляем все, что там было. Делаем бочек. Делаем бочек. Делаем бочек. Делаем бочек. Делаем бочек. 4, 3, 3, 3, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Так, теперь сделаем тибетское дохлание. 4, 7, 8. На 4 счета делаем вдох. На 7 счетов делаем задержку дыхания и на 8 выдох. Начинаем с вдох. Вдох. 1, 2, 3, 4. Задержка дыхания. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вдох. 1, 2, 3, 4. Задержка дыхания. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вдох. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, вдох. 1, 2, 3, 4, задержка дыхания. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, вдох. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, вдох. 1, 2, 3, 4, задержка дыхания. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, вдох. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, вдох. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, вдох. Задержка дыхания. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, вдох. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, вдох. 1, 2, 3, 4, задержка дыхания. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, вдох. 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 И немножко подышим, гармонизируя правую и левую сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 7, вдох. 1, 2, 3, 4, 5, 7, вдох. 1, 3, 4, 5, 7, вдох. 1, 2, 3, 4, 5, 7, вдох. Субтитры сделал DimaTorzok 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 с дополнительными калориями, то оно сохраняет то, что у него изначально есть на этот день. И если возникает ситуация, когда отклика нет, ты просто не можешь встать и это сделать. Вернее, один раз сможешь, а потом поймешь, что все, у меня нет сил, я делаю это через «не могу», я теперь просто полежу. Если есть дополнительные люди вокруг, которые могут чем-то помочь, когда, например, сидишь, работаешь, а кто-то может сделать чай, или кто-то может чем-то еще помочь. Не нужно отказываться от этой помощи, нужно смело просить. Если возникает ситуация, в результате которой получается какая-то ссора, вы не ели, у вас нет сил поддерживать эту ссору, и тут ситуация может разворачиваться таким образом, что, первое, вы просто в ней не участвуете, она проходит мимо вас, грубо говоря, у вас даже нет энергии на то, чтобы слушать то, что там происходит. Вариант «Б» – вы в ней участвуете и абсолютно остаетесь обесточными. Так что желаю всем, кто хочет новых членов семьи состоятельным образом сделать, изготовить как плод любви, очень рекомендую. Тем, кто нет, просто чистить свою карму – это тоже хорошо. Я даже думаю о том, чтобы записать какой-нибудь урок, как-то материал про аскезы, что это такое, с чем их едят, зачем они нужны, какие могут быть астрологические параметры. Не все, да, а вот просто, что вот это вот бросается в глаза, вот тут вот человеку нужно попаститься, сделать какую-то аскезу, и тогда у человека что-то улучшится. Или есть определенные показания, когда человеку нужно сделать это на более-менее постоянной основе. Вот. Ну и, конечно же, я желаю хорошего, удачного дня. Вот. Завтра у нас 3 января. Вот кто хочет, вступает в чат. Там запись есть. 3-го числа в 8 утра будет эфир. И не может быть. 3-го. Субтитры создавал DimaTorzok